Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи. Валерий Мартынов, начало дня. И Валерий, трейдер из города Ульяновска, уже к нам присоединился. Приветствуем вас, Валерий! Доброе утро, Игорь! Доброе утро, коллеги! Приходим сразу к демонстрации рабочего стола. Давайте посмотрим, что у нас сегодня на столе. Мы видим хорошо. Первый инструмент у нас по традиции Газпром – дневной график. Немного побольше сделаем график. Итак, что же здесь у нас на дневном графике есть? Вот так вот где-то оставим ее. Давайте включим карандашик. Как раз я наточил карандашик. Что же здесь у нас? Дивидендный гэп. Уже практически цена от этого дивидендного гэпа ушла. Но, тем не менее, я продолжаю его вытягивать вправо, так как, возможно, на каких-то негативных новостях этот уровень будет, как уровень поддержки, будет еще выступать. Поэтому со счетов его сбрасывать не стоит. Это первый момент. Второй момент. Пробой уровня 130 произошел практически без подтверждения. Но, тем не менее, я бы хотел обратить внимание на свечу противодействия. Да, именно вот эта вот свеча противодействия. А где же у нас свеча действия, которая была и перекрыла? А свеча действия вот как раз у нас здесь. Что же у нас здесь есть? То есть мы перекрыли свечу. То есть вот эта вот бычья свеча перекрыла полностью свечу, которая пробивала и практически никаких шансов не дала для быков восстановиться только после нескольких месяцев и после дивидендного гэпа. Поэтому здесь нужно рассматривать такой момент, как закрепление за вот этой свечой действия и дальнейшее продолжение движения уровень 135, как минимум, по данному инструменту. Если мы уберем все и горизонтальную линию здесь определим, то практически цена стоит на основании вот этой свечи противодействия. Поэтому здесь, да, 135 уровень, я думаю, что не за горами. Если не будет, конечно, каких-то негативных новостей со стороны самого Газпрома, также частично нефть может оказать влияние, но она и сейчас оказывает влияние частично на те же самые активовки Газпрома, потому что все-таки активы и нефтяны есть в этом инструменте, в данном инструменте. Поэтому здесь пока только рассматривать стоит рост по самому базовому активу. Так как я стою достаточно низко, я взял 116 с небольшим, это примерно плюс 12 с небольшим процентов, уже плюсуют позиции, поэтому я остаюсь в лонгах, закрывать не буду, дальше буду держать позицию. Давайте теперь перейдем к срочному рынку и первый инструмент у нас нефть бренд. Сразу перейдем на 60-минутный график и дневной немного затронем. С тех пор, как произошел вот этот самый выброс энергии, он связан был, конечно, с ростом нефти на западных площадках, и вот наша площадка открылась, вот такой вот импульсное движение был. Но после этого импульсного движения, как видите, нефть не растет и не падает. Что же здесь можно ожидать? Во-первых, для роста нужно, я отметил для себя такой вот уровень, это 64,5. Почему? Потому что несколько раз цена от этого уровня отскакивала, но не продолжала свое движение дальше вниз. И плюс ко всему здесь я не отметил эту, но 62-й уровень, как основа, и вот этот вот гэп небольшой, то есть основание вот этой вот свечи, если будет переписано, то здесь можно ожидать дальнейшее движение вниз. Вниз это первая цель, уровень 60. Вот он, уровень 60. Но пока идет консолидация, и, соответственно, не идет обновление минимума данной свечи, то здесь ждать консолидацию и закрепление 64,5, как мы говорим о данном инструменте. Давайте посмотрим на дневном графике, что же из себя представляет дневной график, и на свечных, из свечных моделей, возможно, что-то здесь из свечных. Только единственное, что есть продолжение тенденции, больше здесь никаких нет. Да, есть сопротивление 64,5, но здесь, здесь может быть после длительной консолидации отсутствие обновления минимума вот этой вот свечи, продолжение движения. Пока нахожусь не рынок по данному инструменту, наблюдаю просто. Цель озвучена. Пятиминутный график. Итак, следующий инструмент, который, конечно, взаимосвязан, это доллар-рубль. Также 60-минутный график здесь в разрезе возьмем. И что же здесь у нас есть? Во-первых, нефть после своего, так скажем, гэпа и импульсного движения вверх остается практически на уровне выхода энергии, то есть узкий боковой диапазон. Что же происходит у нас с доллар-рублем? Доллар-рубль практически вот этот вот самый импульс полностью перекрыт. Вот этот вот импульс седьмого числа был полностью, он перекрыт. Полностью перекрыт. И сейчас, если учитывать вот эту вот свечу действия, обозначим мы ее, вот, свечу действия вот эту вот. То есть здесь стоит над основанием этой свечи. И после нескольких ложных пробоев, ложные пробои идут, но, к сожалению, в данный момент, в данный момент ложные пробои идут, но не обновляются максимум. Обновляются минимумы, да, и уровень 59500, как видите, он выступает как уровень поддержки, но пока не пускает в течение вот этой вот недели всей цену дальше вниз. Что же может быть здесь произойти? Ну, сценарий, первый сценарий, это южный вариант, это пробои уровня 59500 и закрепление ниже данного уровня. Закрепление, проторговочка небольшая и поход до 59. Это южный сценарий. В северный сценарий более глубокая, так скажем, более глубокий ложный пробой, обновление даже вот этого пробоя минимума от 10 числа и движение в сторону 60. Психологически важный уровень 60, я много раз о нем говорил, если закрепляемся выше, то есть возможность дальше пойти вверх. Поэтому здесь вот два сценария, так как вот идут вот эти вот хаи не обновляются, а обновляются лаи, то есть тенденция сохраняется на снижение. То есть пока, пока здесь можно господствующий, это будет вариант, это вариант на дальнейшее продолжение тенденции вниз. Что же из себя представляет 60-минутный график, дневной график. 60-минутный мы сейчас посмотрели. Дневной график. Здесь по дневному графику, так же как и по нефти, то есть идет закрепление над уровнем 59500. Вот, пока не переписана вот эта вот свеча от 3-го числа, 7-го числа я не беру свечу, потому что здесь вот импульсное движение 59 перекрывает. Можно рассматривать, конечно, здесь продажи, но опять же продажи рассматривать, как я уже показывал, на 60-минутный. Желательно, конечно, после закрепления 59500. Если будет закрепление выше 59500, то пробовать, конечно, покупки. Цель 60. Вот, если общую картину еще вот так вот сожмем и покажем где-то за несколько месяцев тенденцию, то вот эта вот боковая динамика, которая здесь присутствовала в данном инструменте, вот она, боковая динамика, то есть произошел ложный пробойчик. И сейчас выход из этого боковика, две ширины канала, ну, это примерно где-то 60, 60, может быть, даже 1300, вот так вот. Вот, 60500, то есть возврат опять на тот путь, на растущий путь. Вот, ну, его не так-то просто будет пройти, то есть надо постепенно на вот этих вот ступеньках закрепиться для дальнейшего роста. Ну, плюс ко всему растущая нефть не позволяет дальше ослабеть рублю относительно доллар США, но, тем не менее, частично уже влияет нефть, как видите, на данный инструмент. Поэтому здесь вот рассматривать такие вот, 59-й уровень, 59500. Что касается следующего инструмента РТС, на 60-минутный сразу переключаемся, что же у нас здесь произошло после 7-го ноября. Что же у нас здесь произошло? Мой динамик возьмем с 16-го октября. И включим карандаш. Максимум. Потом этот максимум был переписан, но закрепление произошло ниже уровня 16 тысяч. И сейчас обновление идет опять максимума, и закрепление идет, пока идет закрепление. Ну, эту свечу можно рассматривать, закрепление выше. Ну, желательно, желательно, несколько свечей, чтобы проторговалось выше 16 тысяч. То есть здесь его выше движение, потому что ключевой здесь встретился неспроста его пробега. Здесь рассматривать, конечно, стоят такие моменты, как продолжение дальнейшего движения. Нефть уже частично на данный инструмент, РТС практически уже больше отталкивается не от нефти и не от показаний доллар-рубля. Поэтому здесь идет вот такая вот раскорреляция. То есть система нарушена, но эта нарушена может потом выплеснуться в каком-то институте в сильное импульсное движение. Валерий, я извинюсь, можно вас попросить перезапустить демонстрацию рабочего стола? А вот этот график немножко у меня притормозился. Конечно. Просто приостановите, запустите. Все, отлично, спасибо. Итак, вот здесь вот у нас 60-минутный график. Как видите, здесь промежуточный уровень был, это 114-700. От него оттолкнулись. И вот видите, 116-й уровень сейчас идет, пробой этого уровня. Возможно, будет закрепление. Возможно. Не исключая такой возможности, но желательно, чтобы уже в следующий час был открытие и закрытие выше данного уровня. И день закрылся выше уровня 116. Есть возможность дальше пойти. Тогда шансы есть для дальнейшего нисходящего движения. Посмотрим также этот уровень в разрезе один день. Происходит, конечно, обновление максимума от 16 октября. Октябрь месяц обновили. Практически идут без каких-то медвежьих свечей дальнейшее движение. Но, к сожалению, объемами это движение не подкреплено. Тем не менее, без объемов может быть закрепление. Пока закрепление. Дальнейшее движение может быть. Может и не быть. Но у 16-1000 закрепление. Это может происходить и без объемов. Как видите, тенденция, восходящая тенденция, восходящий канал, он продолжает оставаться актуальным. То есть, дальнейшее движение может быть вплоть до 121 и выше. То есть, верхняя граница канала может тестировать цена по данному инструменту. Но оставим пока его в покое. Перейдем к следующему. Газпром, так же, как и базовый актив, тоже продолжает свое движение в направлении север 60 минут. Ну, здесь у нас, здесь у меня здесь появляется уровень 13500. Этот уровень, так скажем, уровень сопротивления. То есть, для дальнейшего движения нужно закрепиться выше данного уровня. Если же этого не произойдет, то может быть более глубокая коррекция и обновление данного уровня. То есть, если не получится ложный пробой здесь, то цена может еще пойти до этого момента. Может обновить и развернуться здесь. Опять 13500. То есть, особое внимание на уровень 13100. Вот он. То есть, минимум этого месяца. Что касается дневного графика. Здесь, как и в базовом активе, то есть идет закрепление над уровень свечная модель. Уровень здесь, так свечная модель называется, как такового уровня здесь не прослеживается. Вот, потому что здесь не склеенный фьючерс. Ну, на базовом активе видели уровень 130. Вот закрепление над уровнем 130 идет. Консолидация. И, возможно, эта консолидация пойдет дальше. Как и базовый актив. Но не исключаю, если не получится 13500, опять сложным пробоем будет, то движение продолжится до очень важного уровня. Это 12750. Откат к этому уровню. Так, 5-минутную графику оставляем. Сбербанк. По Сбербанку здесь также 60-минутную графику посмотрим. Здесь у меня максимум здесь не отмечено. 23000. Отмечен только уровень поддержки, к которому цена может еще прийти. Это 21150. И протестировать его. Сами видели после новостей о дивидендах, какие резкие импульсные движения были. Ну, кстати, поддерживаются уже очередной второй день. Поддерживаются вот эти вот все слухи. Поэтому здесь возможно дальнейшее движение. Даже если будет небольшая коррекция до уровня обозначенного мной. 21150. Здесь тенденция не нарушится. То есть тенденция сохранится для дальнейшего восходящего движения. У меня, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, коллеги, то пишите. Постараюсь ответить. Ясненько. Спасибо большое. Валерий, что вы думаете по Аэрофлоту на сегодня, допустим? Можем посмотреть? Да, конечно. Сейчас мы эту акцию найдем. Оценим ситуацию. По-моему, она у меня уже была в разработке. Да, она была у меня в разработке. То есть уровни... Это уровень 180 был как уровень... Ну, зеркальный уровень, кстати. Но после пробоя его... Теперь он выступает как уровень сопротивления. Ну, стоит на уровне 160. Также этот уровень пришел у нас с декабря месяца прошлого года. Как видите, идет отстой пока. Ну, тенденция, в принципе, сохраняется на снижение. И очень сложно будет вот эту вот свечу перекрыть. Точно я не могу сказать. Может быть, дивиденды. Дивиденды... Основаться надо на уровне 160, отталкиваться. То есть тенденция сохраняется на снижение, если общую тенденцию рассматривать. Общая тенденция. Сейчас карандашку включу. Общая тенденция, видите, на снижение. Это обновление максимума. Минимум, а не обновление максимума. Ну, здесь вот на уровне 160. На уровне 160. На сложный пробой. И попытка закрепиться выше этого уровня. Вот он. Ножный пробой, состоящий из двух свечей. Поэтому надо обратить внимание. Ну, если покупать, так как я всегда акции покупаю в лонг, то со стопом за вот этот должный пробой можно и попытаться. Ну, конечно, перед фундаментальным каким-то сильным новостям нежелательно. Тем более там дивидендные какие-то истории и так далее. То есть лучше подождать спокойных. Валерий, ну, вот, кстати говоря, Евгений Бондаренко пишет, что завтра у них квартальный отчет. Как вы, какие действия у вас в такой ситуации, перед такой фундаментальной новостью рекомендую? Просто подождать. Если вне позиции, то просто подождать, как будет реагировать рынок на этот отчет. Не входить. Однозначно не до новости, не во время новости. После новости, пожалуйста, когда это все обработает рынок, как он отреагирует на это, потом тот принимать решение. Ясненько. Поняли вас, Валерий. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. У меня вопрос, как идет ноябрь, скоро середина месяца. Вас все устраивает по волатильности, по трудности? По некоторым инструментам, конечно, сложная ситуация. Я стараюсь не заходить. Рабочую обстановку, так скажем. Остальные инструменты. Заработать можно. Идет обычный месяц, ничего особенного, скажем так, да? Да. Можно и так сказать. Обычная рабочая обстановка. Хорошо. Спасибо большое, Валерий, вам за ваш обзор. Ответы на вопросы. Хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо за внимание, коллеги. Всего хорошего. Встретимся через неделю. До свидания. До свидания.